Девушки отдыхают Тибучий котик очень социальные животные, они любят играть с плавающим мусором, с плавающими водорослями на поверхности. И вот этот пластиковый мусор, который плавает, они крутятся вокруг него, запутываются и он остается на них навсегда. Тибучий котик собирает пластиковую бутылку. Друзья, океан, где у нас? Здесь. Улыбаемся, Маша? КОНЕЦ КОНЕЦ Мы убираем мусор тут, мусор на берегу, с этаприливными течениями, волнами, штормами. Весь мусор, который попал в море, теперь он здесь, на берегу. Слышите? Слышите? Это Сивачев. Вот здесь у них небольшая залежка, они сюда приходят отдыхать. Вот эта сама ловушка краловая, вот эта, получается, приманка сюда вешается. Когда по морю мигрируют, это все дело, оно все кучу связывается. У них на шее остается вот эта сетка, и они с нее выбраться не могут. Цепляются, душатся, и охотиться не могут, и, получается, их еще душит самосетка. Животные дикие, к ним подойти и просто распутать их, это невозможно. Либо очень сложно. В итоге они умирают от этого мусора. Папа, тут не мелко, как-то не могут тут плавать. Это из моря. Сегодня море далеко, завтра море будет ближе, потому что будет прилить. И это все будет в воде. Сивачев будет проплывать, и все, и попадет вот эти сети. Ну вот, смотрите, самая типичная опасность и самая частая встречающаяся здесь мусор, это вот такая пластиковая лента. Это стяжка на коробочках, знаете, на коробках чайники, телевизоры. Вот, но очень часто еще бывает, так пакуют коробки с морепродуктами. Вот, чем опасна такая штука? Ну и вообще, в принципе, любое кольцо. И обычно страдают от этого ушастые тюлени, потому что они больше. И в нашем случае это сивачьи морские котики. Вот, и когда он маленький, она может просто на нем болтаться. Они начинают расти, они очень быстро растут, набирают вес, и это кольцо начинает вбиваться им в кожу, потом в мышцы. И все, он остается на них, и потом медленно убивает их. Есть отдельные участки, где, ну, течение, ну, наибольшее количество вот такого морского мусора выносит. Эти отходы, они запутываются с песком, там, с остатками деревьев. То есть, ну, это вручную даже вытащить его замытый песком бывает сложно. Может быть, обычная мочалка, в которой вот мы моемся. Да и помните, у мочалки вот эти вот колечки, ручки, за которые держим. Видели маленького котика, вот новорожденный котик, и он уже был вот, там буквально вот такая вот ручка, наверное, была, и он уже, вот, она была одета у него на шею. Этот мусор из всех стран, которые граничат с Японским морем. Это и Россия, Приморский край, это, безусловно, Япония и Южная Корея, а также и Китай. К сожалению, количество мусора растет. Растет она потому, что растет численность населения на берегах Японского моря, растет количество упаковки пластика в нашей жизни, растет рыболовство, поэтому появляется все больше и больше, ну, обрывков сетей, веревок различных и так далее, которые вот для сивыча буквально смертельны. Сивычи и котики – это ушастые тюлени. У них хорошо выражены ушки, а от нерпа – это настоящие тюлени. И у сивычи и у котиков рождаются по одному щенку. Двойник крайне редкий. Беременность длится примерно год. У сивычи после рождения детеныша и самка кормит молоком детеныш примерно год. Медленно, плавненько протолкнуете, они будут прочитанно происходить. Давай, давай, давай. Есть. Все, почистили. Все. У-ху! На сегодняшний день есть очень серьезное препятствие к тому, чтобы освобождать этих животных от этих удавок. Почему? Для того, чтобы снять удавку, необходимо животное обездвижить. Есть для этого все существующие технологии, опыт, методики и так далее. Более того, у нас же на Сахалине есть организации, которые могут и готовы это делать. Но препараты, которые используются для обездвиживания сивычи, они входят в перечень наркотических веществ. И получить какие-либо разрешения для гражданских лиц для использования этих препаратов в целях освобождения сивыча от удавок практически на сегодняшний день невозможно. Он в легкой стадии анестезии, поэтому аккуратно с ним. Ребята, аккуратно. Ребята, медленно двигайтесь. Другие коты прыгают. Котиков мы можем отловить. И для котиков мы можем использовать те препараты, которые разрешены в России. Мы увидим сивыча запутавшуюся. Мы ничего не сможем никак помочь, потому что поймать их руками невозможно. Они очень большие и опасные. А препарат мы не можем использовать, потому что у нас нет разрешения на его использование. Транквилизаторов для усыпления животных много. Но сивыч, когда он пугается, он всегда уходит в воду. Если его усыпить обычными препаратами, то он просто тонет. Он дышит, пока он сознание. А эти препараты, они не отключают функцию дыхания. И в этом их особенность как раз. И только с помощью этих препаратов можно сивыча освобождать. В целом считается, что сивычи, как и северноморские котики, живут максимальной продолжительной жизни до 30 лет. У них хорошо выражен половой деморфизм. Самцы и самки очень сильно отличаются по весу. И вот у сивыча самцы достигают веса 1000 килограммов более. Самки, ну, как правило, 350-400 килограммов. У котика вес меньше. Вот самцы-сикачи примерно 350 килограммов. А самки, как правило, 80. У нас была такая волшебная история, когда наши ребята помогли сивычонку. Так как она маленькая, то ее смогли удержать. Такое существо поймать очень тяжело в воде. Его на суше-то тяжело поймать, потому что они все агрессивные. Минут, наверное, 20 мы его подцепляли, пытались поймать. Его уже начало очень сильно крутиться. Изнурило он нас просто. Я покрылся там семью потами. Мы потихоньку начали его срезать. Он очень сильно брыкался. На тебя спасут сейчас, дурачок. Все! Если же сивычу уже 2-3 года, то это просто опасно для жизни. В Дуе простые сахалинцы раскутали большого-большого сивыча. Вытащили его из моря. И теперь быстро сейчас его убегай. Да, 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 убегай. Не подойдите! Давай, пошел! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остров Тюлений Это небольшой островок, скалистый, но с галечными песчаными пляжами, длиной примерно 500 метров и шириной 100 метров. На нем нет пресной воды. Мы используем жилые помещения и все конструкции, структуры, которые остались от промысловиков от советских времен, когда ввелся промысел северного морского котика. The state fur farm on Tulieni island is a sort of nature park. Seal harvesting is limited. That's so that the population does not decrease, and in fact, it's growing every year. С 1974 года котиковый промысел ежегодно приносил прибыль южно-сахалинскому рожеводу 200 тысяч чистой прибыли давал. С 1974 года благодаря научно обоснованным рекомендациям промысел за перел, так сказать. На острове тюлени были моменты, когда они были практически полностью выбиты, оставалось несколько сотен животных. До середины 20 века ввелся этот промысел с целью получения шкур, из которых выделывали меховые изделия. Сейчас они совершенно потеряли свою ценность, и поэтому промысел прекратился. Это стало не популярно, не модно. Это стало очень критиковаться защитниками животных. Все было брошено на острове. И вот для того, чтобы это не развалилось, для того, чтобы это не губило котиков, мы поддерживаем уже с 2008 года. Никто не ремонтирует нам эти здания, никто не ремонтирует заборы. Это делаем мы сами, вот, своими руками. КОНЕЦ На острове тюлени забор поставлен не для разделения щенков и не щенков, котиков и лисевочей. Они были поставлены для того, чтобы огородить котиков от вторжения на птичьи базары, и для того, чтобы можно было проходить к вышкам и делать подсчеты котиков визуально, то есть с помощью бинокля, наблюдателям, которые вели мониторинг численности. Потому что до появления дронов все подсчеты животных, все расчеты количества для добычи, они проводились на основании визуальных учетов. КОНЕЦ 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 Одну убили, там, и это, ущерб природе не приносит вообще. Ну, за летом мы штук 20-30 убиваем, наверное. Это чисто для себя. Ну, мы сколько раз. Ловили маленьких, даже в сетку попадает, рыбачишь, они же маленькие. Вот, отпускаешь его, чтоб подрос потом, съедим. В принципе, у нас не только взгляды на нерв, потому что это одна пища. Естественно, это природа. Мы радуемся, когда она есть. Также любуемся ими. У меня племянник. Он забивает эту нерпу, привозит мне. Я ее сама разделываю и дальше шкуры выделываем сами. Мясо мы используем в пищу, делаем разнообразные блюда. Из кишок мы выплетаем косы. Получается косичка, колбаса очень красивая и очень вкусная. А из внутренности печень, почки и сердце мы едим сырыми. Нерпа в основном рациона сивочек и рыбогол, естественно. Нерпа молодая вообще. Это самое вкусное мясо. Нежное. Хрячки, ребры шкелой. У нас только вот шкура остается от нерпы, а остальное все в расход идет. Съедаем ее полностью. Ну, правда, кости оставляем. Едим, пьем даже нерпичное масло. Сейчас вот эпидемия ковид, и вот сейчас появится большой спрос на такую продукцию. Люди спрашивают не только мифи, а вот национальности. Прежде чем снимать шкуру с нерпы, мы сначала благодарим духа воды, что он нам послал эту еду. Вынимаем зрачки нерпы из глаз и опускаем их в воду, то есть, чтобы мы не трогаем духа воды, и что нерпы добровольно нам идут в пищу. Это килограмм семьдесят весело она. Она очень большая и очень красивая. Сеуч, ну, это та же нерпа, но только крупные экземпляры. И сеуча идут у нас хорошо только вот обувь, если шить. Шкура очень толстая, и очень трудно ее обрабатывать. Из этого количества выйдет пара торбозов мужских. Мужские торбоза взрослые, они стоят 25 тысяч. Женские, они украшаются ярче. Там бисером у нас идет или же вышивкой. Стоит уже где-то 30. Детские у нас 5 тысяч. В дальнейшем планируем делать из этих шкур мы чехлы для автомобилей. То есть мужчины будут согласны со мной, что это будет шикарно. Животные, они не понимают, что сюда можно, сюда нет. Миллионы лет плавали в море, это было все их. Это их дом, это их пространство. Например, гренландские киты, популяция которой в Охотском море. Ученые встречают множество китов, у которых следы от веревок на хвостах. Потому что кит плывет вдоль берега, питаясь. И он-то не знает, что вдоль берега будут стволники стоять. И он просто прорывается сквозь них. Даже если он не унесет сеть на хвосте, он тогда поранится где-то. У нас был случай, когда мы встретили труп детеныша гренландского китая. Он был без хвостового плавника. Явно было видно, что он запутался, он дотрывался, рвался, пока не оторвал себе хвост. И такой кит он выжить уже не может. По данным исследователей, более 60% крупных китов имеют следы каких-то запутываний и контакта с сетями. При Международной китобойной комиссии существует официальная группа, которая включает очень много стран, которая занимается распутыванием крупных китов. Вот как раз пластикового мусора в океане. И Россия в том числе, вот мы как представители России входим в эту группу. Вот это очень похоже на сеть. Очень. То есть, видишь, что-то зацепилось за гор и потянуло. И он пытался избавиться от этого. Животные у нас краснокнижные, их мало. У нас в каталоге их 314. У нас есть биопсийный чемоданчик. Его мы каждый раз берем в лодку и его используем во время взятия биопсии. Здесь у нас набор инструментов, которые мы используем. И что главное, у нас здесь типсы, которые на стрелы мы надеваем, и именно и они берут биопсию. То есть, внутри остается этот кусочек, которым мы потом используем в лабораторных исследованиях. Вот так вот выглядит кожа кита. Китов у нас добывают. Все киты у нас пострадали от китобойного промысла. Очень активного китобойного промысла. А серые киты удобны были для добычи, потому что они добывают пищу на дне. Проблема в китобойном промысле, особенно для коренных населений, малых коренных народов, что киты тонули, их тяжело оставаться, чтобы они оставались на плаву и довезти до берега. А тут кит на берегу, на мелководье, большой, и добыть удобно, легко. Китобойный промысел почти не регулировался. Конечно, их добывали в таких неограниченных количествах, но стоит заметить, что наши киты еще эмигрировали в Азию, где это еще более активно происходило. И это все привело к тому, что вообще считали, что их истребили полностью. Пострадали больше от азиатской стороны, туда, куда они эмигрировали после нас. Там Япония, Китай, Корея. Корея активно отбывала. Китобойный промысел. Материна не может быть. Так что только маленькая люди могут ехать. Это трудно найти мать, так что не много людей ехать. Я и мои друзья провели протесты что мы не продумали или что мы не едем мать. Я думаю, что они самые красивые животные на Земле. Я очень люблю путешествовать на этой стороне потому что я люблю погибель здесь. Мне кажется, что фокусы были из-за грей whales. Также я смогу найти много деревьев для того, чтобы я нашел их. Я мечтал, чтобы жить здесь, строить свою собственную комнату и строить свою собственную леверку. Да. Соколин это очень особенный место потому что только два часа из Крыма. Но когда ты приезжаешь, это совершенно разный мир. Это совершенно разный мир из Крыма. И вы даже можете видеть рыбки, вы даже можете видеть грей whales. Это очень особенный место для меня. Это, как, моё второе место. Ледон Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...